Одна из наиболее распространенных русских традиций – крещенские купания, которые проводятся 19 января по православному календарю в день празднования Крещения Господня. В этот день множество людей со всей страны приезжают к прорубям, чтобы окунуться в холодные воды и как бы омыться от грехов. Однако традиция опускаться в ледяную воду, как думает большинство, совсем не привязана к церковному ритуалу. Крещенские купания не основаны ни на церковном уставе, ни на святоотеческой традиции, ни на святоотеческом наставлении, ни на каких бы то ни было священных текстах. Это проявление так называемого народного христианства, народного православия, которое сформировалось в России, на территории Российской империи, предположительно, в второй половине XVIII века, возможно, раньше, но, к сожалению, на данный момент достоверных именно свидетельств к этому мы найти не можем. Вообще, письменные свидетельства о крещенских купаниях наиболее ранее датируются XIX века. Логично рассудить, что купание в проруби в январе – это очень холодное мероприятие. Вода при низкой температуре может оказать негативное воздействие на организм человека. Острое понижение температуры тела может вызвать обморожение кожи, подавление иммунной системы и серьезные заболевания легких и сердца. Многие не учитывают свои физические возможности и рискуют попасть в состояние шока или гипотермии. Экстремальное воздействие холодом на организм человека влечет за собой какие-то последствия. В данном случае, например, если человек купается в проруби, сосуды, в первую очередь, они могут сократиться слишком, как говорится, если человек не подготовленный, и у него могут возникнуть разные непредвиденные ситуации, к которым он не готов. В первую очередь, если люди страдают, все речь со сущим заболеванием, у него, скорее всего, повысится давление, вплоть до инфаркта, до инсультов может довести, и потери сознания. И есть некоторые правила во время купания в проруби. Например, прорубь сама должна быть оснащена, то есть это официальное место для таких купаний, рядом присматривают люди. Нужно квалификации, если вдруг чего, оказать там первую помощь. Дальше перед купанием воздержаться от употребления алкоголя, и после купания тоже. И людям, у которых есть хронические заболевания, заболевания сириососовой системы, им лучше воздержаться от таких действий. Плюс еще дети до 7 лет. После 7 лет надо обязательно их готовить не менее года к таким холодным водным процедурам. Несмотря на все ограничения и предостережения, связанные с крещенскими купаниями в проруби, традиция продолжает пользоваться популярностью. Сотни людей ежегодно собираются вокруг проруби, чтобы проводить это обрядовое действие. Однако необходимо помнить о возможных опасностях и принимать все меры предосторожности при участии в данной традиции. Важно приходить только в проверенные места для купания, следить за состоянием здоровья и максимально снижать время пребывания в холодной воде, чтобы избежать неблагоприятных последствий для организма. Иван Шаньшеров, Валерия Карташова, Универновости. Продолжение следует...